Вот и Ла-Бас. И первое впечатление очень чистый, я уже по центру еду, кстати это самая длинная канатная дорога в мире, обычно Латинская Америка она другая, здесь уже успокаивается и становится по-европейски наверное. Здравствуйте дорогие друзья, перед тем как вы начнёте смотреть удивительную серию из Боливии, хочу выразить вам благодарность за то, что вы принимали участие в розыгрыше сумок, предоставленных магазином спортивной одежды Адреналин, трёх счастливчиков, вы сейчас имена трёх счастливчиков видите на экране, поздравляю, свяжитесь, напишите комментарий, желательно через какие-то другие соцсети, чтобы было удобно с вами контактировать, кстати мои очки называются Джулба Эксплорер, в которых я еду с самой Аляски, которые я купил в этом самом магазине Адреналин, ссылка на этот магазин будет в описании, заходите, знакомьтесь, смотрите, мне тоже будет приятно, что вы, когда вы заинтересуетесь магазином, который является моим спонсором. Теперь следующий момент, за монтаж всех моих видео отвечает девушка по имени Наталья, она ведёт свой блог, в этом году впервые на зимовку отправилась на Шри-Ланку и ведёт свой ютуб канал и естественно попросила рассказать о ней, ну и вы тоже просите познакомить вас с монтажёром, она попросила сделать это максимально скромно, но Наталья это тот человек, про которого скромно мне лично рассказывать не получится, на протяжении уже 1, 2, 3, 4 года третьего сезона, Наталья является ответственным, беспристрастным монтажёром, именно та стабильность, которую вы видите каждый четверг, благодаря ей и в этом году впервые Наталья со своим молодым человеком отправилась зимовать на Шри-Ланку, мечта многих, почему надо заглянуть на её канал, во-первых, вы оцените почерк монтажёра, тот же самый, который есть у меня, во-вторых, сами главные герои этих видео вам тоже понравятся. Когда казалось, что всё потеряно, мы увидели леопарда. Возможно, вы когда-нибудь задумывались, что такое зимовка в тёплых экзотических странах, так на канале Привет мам, Наталья об этом рассказывает, вы сейчас смотрите пожалуйста видео, наслаждайтесь, очень красивые места из Боливии, я ждал это видео и следующее, рекомендую вам не пропускать, если вдруг вы забыли подписаться, подпишитесь, можете перейти, даже очень рекомендую перейти, ознакомиться с каналом Привет мам. Отдохнул в Ла-Пасе более чем, поделал почти все дела и теперь выезжаю, интересно ж, город Ла-Пас находится в кратере потухшего вулкана давным-давно и соответственно, чтобы отсюда выехать, мне надо набрать высоту, перепад центра и самого верхнего района, как раз там где идёт моя дорога, 400 метров, 3600 здесь и чуть выше четырёх там, благо, что здесь есть канатная дорога, туда можно с велосипедом, я вчера спросил, за него надо будет заплатить. Самое красивое здесь это десятка, понятно лица индейцев, а сзади калибри переливающиеся и деньги называются боливианос, ну боливиана один много боливианос, ну и через турникет с велосипедом конечно не пройдёшь, поэтому у них вот есть специальные ворота. Женщина что-то взяла билет, пошла помогать, там разбираться. Я автоматически еду сам, заплатив за двух персон, арендовал всю прям кабинку, видный час пик или линия пользуется спросом, ну уж очень много людей. С высоты не самой сильной птички, полёта птички не самой сильной, наблюдаю за Ла-Пасом, приятный город и кстати, вчера местные мне сказали, что не всегда так было спокойно и когда здесь были вот эти народные волнения, действительно здесь было очень и очень некомфортно и очень небезопасно, но слава богу, сегодня ситуация со всеми нами. Если бы не канатная дорога, пришлось бы мне это всё крутить ногами. Спонтанно мне вдруг пришла идея спросить, возможно ли на канатной дороге ехать с велосипедом, они мне ответили да, чему я безумерно рад, потому что я уже настраивался действительно ехать по этим дорогам. Канатная дорога теперь идёт над районом Эль Альто, который самый высокий и вот благодаря именно этому району и Ла-Пас считают таким, такой высокогорной столицей, хотя и там тоже она высокая. Именно в ту сторону я смотрю, потому что именно сегодня, именно туда я направляюсь. Канатная дорога как вид общественного транспорта, это отличная идея и местные, да, тоже мне сказали, что не совсем анголи за спросом, потому как автобусы немножко дешевле, можно взять маршрутки и из-за длинных остановок, ну и везде можно удобно подъехать на канатной дороге, на автобусе куда удобнее. Ответственный момент, выход. Пригород Ла-Паса удивил, я думал, что будет по-другому, а здесь так же, как во всех больших латиноамериканских городах, зато радует асфальт, широкая очень обочина, но грязная. Это я уже немножко проехал подальше от Ла-Паса и стало почище, а там вообще была обочина полностью завалена землёй, мусором, песком, чем угодно. Французская пара, они меня предупреждали, они написали, они уже проехали этот маршрут неделю назад и написали, что здесь, да, аж до следующего большого города Арура, я правда до него не доеду и опять поеду, но это точно не короткий путь, это интересный путь, еду в сторону, мне тут ещё 70 километров по этой хорошей трассе и потом уйду, а они ехали по ней, ну и тоже вот до следующего большого города, говорят, хорошая, а дальше опять начинается просто ужас. Волшебное небо, там идёт дождь, ну естественно и в той стороне где-то уже эти солончаки начинаются, туда ещё далековато, всё, я говорю трассе этой до свидания, я ещё когда-то на неё выйду, где-то там дальше у меня будет, а сейчас вот мой сворот, пообедаю и вот в том направлении, как раз вот к дождю еду. Но это я уже знаю, что это не короткий путь, это интересный путь, там есть вулкан и я хочу сделать возле него фотографию и потом от вулкана просёлочными дорогами, Google их даже не рисует, их рисует только maps.me, то не везде, я думаю справлюсь и уже там буду идти и к солончакам, и заодно проверю, как работает карта maps.me, действительно ли есть там дороги, потому что Google их не показывает, кто его знает, когда я там смогу поесть, найти кафе, не найти, поэтому я заехал на АЗС, помню свои запасы бензина, она пустая. Сейчас заодно узнаем, какие здесь цены. Ага, это он получается, от прошлого не отключил, чтобы видно так мало, оп. Здесь у меня 600 грамм, больше полулитра, он взял, он взял всего лишь два боливиана, это сколько там у нас, 25 центов условно говоря, 30 даже. Здесь река, это больше просто, чем вода, это место, где покупаются, стираются, моют технику. Здесь тоже река не стала исключением, её облюбовали автолюбители, видно вот грузовик стоит, микроавтобус, легковая и там ещё раз, два, ещё шесть машин за ними, всего 9 я вижу. А, вон ещё за поворотом. Хоть мы и привыкли, что кактусы растут там, где жарко, сухо и пониже, но здесь они есть, и я намереваюсь заехать на Салар-де-Уюни, там есть острова, кишащие кактусами, ну и розовые фламинги. У меня туда ещё ехать, у меня 2-3, я думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я уже скоро планирую Планирую посёлок 5 километров потому что до этого у меня не представилась возможность последних тут 50 километров ничего не было были редкие деревушки как например вон там но без магазина это место стоял знак что смотровая площадка не смотровая площадка таки там скамеечки неинтересно а я решил посмотреть вот на это произведение там черепа окошко я заметил а вот входа нет значит кладут туда через вот это и окошко явление для нашей культуры конечно странноватое склеп наружу высота у меня сейчас 3950 и уже все видно деревьев нету только кустики и трава почему я выбрал эту дорогу здесь у меня на маршруте будет встреча с вулканом на картинках в интернете он изображен с заснеженной вершиной я уже в принципе вижу ну и дальше решил уже ехать по тропам напрямик до вулкана я доберусь завтра камера наверное его не берет он прямо чуть-чуть правее по горизонту а у меня спуск вот на котором сейчас можно смело не крутя педали набирать скорость 28 29 30 31 ну сейчас сейчас он разгонится 35 40 55 давай 60 хотя бы 60 панамка безумно удобная вещь когда я спускаюсь с горки то козырёк закидывается а можно сделать так и опять у меня тень на глаза или так и нет тень слева немного дождь поливает я кстати доехал все-таки до этой тучи только она успела уже закончиться отдала всю воду в виде дождя иначе надо будет спать с палаткой полностью стендом чтобы не намокнуть вот я добрался до посёлка как правило посёлки здесь квадратной формы ну и центр посёлка есть в центре в центре ну и вся жизнь там магазины кафе лук продают так магазинчик раз и всё ничего нету итак я что купил хотел 4 яйца она говорит давай 5 потому что удобнее считать они по 90 центов типа 4.50 будет легче хорошо 90 центов одно яйцо стоит напомню 7 боливианов это 1 доллар хлеб вот такие маленькие булочки это простые по 50 центов тоже взял всяких печенюшек набрал они только вот этот синий стоит полтора боливиана остальные по одному вода сладкая не знаю почему очень дорогая вот это самая дешёвая которую можно было взять 3 литра стоит 12 боливианов вот почти 2 доллара чуть меньше мне она нужна для бутылки вот потому что 3 литровая бутылка это вода я сейчас буду ехать ну скоро заеду в такие места я вот сейчас еду у меня вот только 2 фляги мне вот действительно катастрофически уже под вечер не хватает воды я купил яйца мне их сварить надо если ещё что-то приготовить посёлок маленький единственный магазин я зашёл она мне пыталась всё продать вот а то будешь а то будешь а то будешь и вот я сейчас уже вышел она мне а молоко не хочешь купить пакетированное вообще можно здесь в центре прям поставить палатку в этой беседке на велосипеде можно вот прям напрямую по тропинкам пешеходным по звериным следам хочу поставить сегодня палатку поближе к реке в принципе нормальное место единственный нюанс к реке не совсем удобный подход нифига красное красное я просто здесь хочу ну уже завтра утром сегодня уже не буду проверить на своём самом надувном кремате дырки в воде я уже ручку купил ручкой их отметить и позаклеивать вот интересно идут пресные дожди течёт пресная река а на грунте выделяется соль точно соль потому что я её попробовал взял вот так вот пальцем раз 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 и ну соль откуда до солончаков еще километров 300 решил уже поужинать печеньем яйца останутся на утром займусь рекой а сейчас проверю еще раз маршрут по которому я еду потому что я смотрю на эти дороги проселочные здесь вымытые каньоны я сюда еле дошёл думаю что может быть у меня сюрприз ну ночь была конечно свежая вот но обожаю утро за то что можно открыть палатку и заново удивиться тому месту где я поставил палатку уже почти в день 9 утра а солнце припекает до 9 утра немножко проспал переспал вчера что-то много проехал 150 километров и прям сегодня чувствую крипоту сейчас я выхожусь на высоте 3800 метров с копейками почти 4 температура кипения воды на этой высоте уже меньше 90 градусов интересно как сварятся яйца но они должны свариться понятно только чуть подольше подождём прошло стандартных 5 минут варенья яйца до состояния крутого приготовил сразу перемешали быстрого приготовления в примусе очень удобная система так как внутри шланг находится под приклоном он сейчас лежит вниз и берёт самый бензин если перевернуть он поднимается наверх и надо ждать завтрак конечно так себе Мишель быстрого приготовления и 2 яйца планировал но думаю что если пойдёт аппетит посеем все 4 на обед у меня остались макароны и 1 рыбная консерва и всё это все мои продуктовые запасы у меня ещё сегодня и завтра по маршруту есть дальше уже нормальные посёлки крупные это вчера вот заехал в такое место не очень только печеньки смог купить дальше будут покрупнее ну и там я обязательно уже закуплюсь побольше и консерв наверное ещё может риса куплю предполагаю что у меня будет этап где я буду питаться только своей кухней яйцо варёное 5 минут на высоте 1900 метров 1850 ну чуть-чуть не хватило до крутого буквально на 1 минуты одним словом есть можно полу всмятку полу крутое зато пол дня думаю меня продержит до обеда значит я завтракаю никого не трогаю и тут смотрю на горизонте летят фламинго а здесь один вообще так рядом подошёл это хорошо значит на Салардо Юни должно быть много теперь надо понять как отсюда выйти на трассу кто-то все тропинки потерял где находится трасса я вижу но как туда доехать и 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 европейские трассы шоссейник и погнал у меня есть такие знакомые вот ну и наверное есть те кто да класс это то что надо именно вот это есть путешествие то да эти наверное люди больше всего меня понимают ну и правы ровно настолько насколько правы и предыдущие мнения вот сколько людей столько мнений столько же и разных выборов и каждый прав конечно по своему но вот это именно то что я хочу класс я в таки доехал до дороги не смотря на то что велосипед нет с толстыми колёсами и без амортизации вот она дорога продолжает меня спрашивать вопросы технического плана что лучше как я искренне на многие из них ответить не могу я над ними не задумывался до вопроса и даже после вопроса я думаю а зачем она мне надо и тут я вспомнил аналогию с современными машинами кстати да это и вопрос сравнения какой велосипед лучше какие там передачи все остальное есть Мерседес есть БМВ и вот одни считают лучше одну машину другие другие третьи говорят да вообще лучше японцев быть ничего не может а четвертые никогда с отечественного автопрома уходить не хотят а как оказывается да каждая машина по своему хороша и каждый владелец доволен именно своим железным конём при этом в машинах есть очень много характеристик но в которой по-настоящему никто не разбирается единицы знают что такое крутящий момент там еще какие-то показатели но обывателю он не нужен ну зачем мне эти показатели ну знаю я что у меня там такой-то ньютонометр и смысл я на это никак повлиять не могу у меня остальное есть машина вот но прелесть в другом что по-настоящему современность требует упрощать так это же круто оставляет нам время на занятия нашими делами зачем мне разбираться какая там коробка стоит в машинах две педали пару кнопочек и все и не надо быть мне инженером лезть вовнутрь с велосипедом такая же история уже все сделали до меня есть вот две педали ручка переключения передач ручки тормозов ручки руль места под сумок под сумки и все вот для чего мне тут был создан велосипед я вот таки использую вот я сказал очень плохо проглотил это вот как в нашем например языке слово молоко мы говорим молоко оно как бы мы понимаем как оно по-настоящему звучит но для испаноговорящих они четко различают букву а или о я вот когда говорю вот амиго я как-то глотаю последнюю букву и пару раз мне делали замечание типа друг я не подруга я друг типа там делай хорошее окончание в речи нашей различаем в и б прям слишком у нас это отчётливо для нас это большая разница в испанском языке они проглатывают им как-то без разницы если я говорю что моя фамилия Верин а не Берин ну для них это нормально а эти склепы это здесь нормальное явление захоронения людей мне осталось узнать что они делают с трупами перед тем как туда покласть уже кости меня терзают бурные буйные сомнения что они туда прям труп кладут уже несколько штук видел они все стоят недалеко от посёлков намного дальше чем наше кладбище обычно наше кладбище там если в деревнях то сразу за деревней а эти на несколько километров да пару гостей разрушены у нас что ничего не видно ой тут высоко я не заглянул я вот три посмотрел в одном только можно было что-то увидеть два разрушенных вон еще два стоят и на той стороне наверное около десяти вон буквально пять домиков стоит там еще под горой несколько домов стоит и вот три склепа и да я тут уже обращаю внимание что привычных нашему глазу кладбищ я здесь не встречаю в лоба сюда было но и то но другого формата не как у нас вот как в Мексике было стена с большим количеством ячеек темно но я вижу да есть тоже мусор кости и тут же мусор ну как так можно что делать в высокогорных андах когда крутишь педали и скучно монотонно по дороге правильно бегать за ламами ламы вы же домашние что вы боитесь людей но странные животные ой горючка домашние меня боятся я просто видел пару фотографий у людей которые здесь путешествуют они прям в обнимку с ламами фотографируются я пока еще таких не встречал только дикие хотя нет я знаю где такие можно можно было в куска в больших городах индейцы выходят специально в разноцветных нарядах тех которых я вижу их обычно вот тут по деревням но они выходят для туристов в этих своих нарядах разноцветных с ламами и вон те ламы да ручные даются гладить там кто-то едет на велосипеде да с биглем привет собака путешественница сумки сам сделал кум 10 месяцев 11 месяцев . . . . Я не спросил у человека, спросил его только возраст, а он сам говорит 6 лет, 6, был случай, что он 40 километров пробежал. Габриэль, он всё-таки из соседней страны Перу, я думаю, он ещё говорит на английском, на испанском, я думаю, ну наконец-то, мне хотя бы на английском, мне будет легче понять, спрошу вот за эти склепы, показываю ему, ты знаешь, что это, он такой нет, а что это, показываю следующую фотографию, там где сфотографировал черепа и кости, он такой, обалдеть, что это, я говорю, ты что, не знаешь, он говорит нет, ну и теперь от человека сейчас просвечу, что есть тут такое, а спрашивать придётся у кого-то другого. А, его научил другой путешественник из Колумбии, у меня уже был, по-моему, колумбийский амулетик, вот такая штука. У меня, я взял с собой аж целых три пауэрбанка и реально максимум я использовал вот так, чтобы у меня не было подзарядки, полтора и буквально пару дней назад задумался над тем, что надо облегчаться, тут я, о, товарищ, я ему подарил один пауэрбанк, он счастливый, говорит, уже пару дней еду без телефона, говорит, а я люблю очень музыку слушать, говорит, очень хорошая вещь, спасибо, да пожалуйста, интересно, он мне рассказал сейчас, едет с той стороны, у него сейчас по плану вот ехать в Ла-Пас и потом он хочет вернуться в Куско, на некоторое время, проведать семью, говорит, соскучился, 11 месяцев уже в путешествии, да, проехал он получается немного, у него просто длинные остановки, он там в каждом большом городе останавливается, поработать, но как я понял, поработать, вот он например, вот эти браслетики делает на продажу, наверное, что-то такое сувенирное, плюс у него я увидел музыкальный инструмент, дудка и ещё что-то, наверное, как уличный музыкант подрабатывает, вот очень приятно, вот обожаю таких людей, которые вот без заносчивости и всего остального, перестроился, я вот ехал со спуска, я думал, что я перестроюсь, вот, ну и снимал его не спешу, а он молодец, сам первый перестроился, приятно было пообщаться с человеком, не ведёт соцсети никакие, 23 года, вот, а то ту дорогу, которую он мне рассказал ехать, он говорит, грунтовая дорога, 50 километров грунта, говорит, ну такая красивая, дословно прямо говорит, у меня нет слов описать ту красоту. Эта дорога, поворот на эту дорогу немножко раньше, чем вулкан, а вулкан, на который еду, это самая высокая точка страны Боливия, я думал сделать фотографию, со мной аж на него подниматься не буду и вот, если на том повороте, на эту самую грунтовую красивую дорогу, будет видно этот уже вулкан, я скорее всего сделаю фотографию с этого поворота, с 20 километров до вулкана или с 30 и поверну, поеду по той дороге, которой он сказал, мне прямо интересно, он говорит, что даже было одно место, где он толкал велосипед, проехать было невозможно, ну там песок, камни, всё такое. Еду сейчас в голове, конечно, анализирую, вспоминаю эту встречу, ну зачем тут ещё заниматься на пустой дороге и вспоминаю, что вы очень часто просите при встрече с других велопутешественников, делать хоть краткий обзор их велосипеда и их техники, а я сейчас не делал этого ничего, хотя обратил внимание, что у него очень простые, всё очень простое, ну и вы тоже видели, ну только сумки да, бросились в глаза, потому что, ну класс такие, самодельные и я думаю, а чего же я велосипед его не рассматривал, ну вы знаете, он мой велосипед тоже не рассматривал, но он так внешне посмотрел, вот ему говорит, каремат понравился и всё, я вот сколько встречаю велопутешественников других, ну никто не занимается вот таким вот разбирательством дотошным, что у тебя стоит за система, а что у тебя за кассета, ну вот никто, единицы обращают на какой-то единственный узел, которым интересно, кто-то там на ремень посмотрит и спросит, а как это ехать на ремне, кто-то планетарку, дисковые тормоза, никто не обращал внимания, то что они гидравлические, тоже, как-то обидно что ли, то что это велосипед такой, тоже никто не обращал внимания, на динамо втулку никто не обращал внимания, да ёлки, да, действительно, вот мы разговариваем, где начал путешествие, откуда, сколько лет, где был, что ты мне посоветуешь посмотреть, может какие-то опасные, хорошие моменты, вот о таком, про технику мы не разговариваем, про палатку, спальный мешок, каремат, ну это всё не то, что не имеет значения, это личный твой выбор. Просигналил меня, хотя у Габриэля был велосипед на 26 колёсах, тоже его личный выбор, а давайте вспомним, вот яркий пример, безвоздушная резина Танус, которая у меня была, я про неё мало говорил, я знаю, что люди путешествуют по Европе на этих Танусах и очень довольны, я пока ехал по Мексике и вытаскивал гвозди из резины и ехал дальше, тоже был доволен, ну вот например, да, это хороший вариант в своей стихии, но здесь он мне не подходит, во-первых, ну для гружёного велосипеда, это жёсткая резина, хотя по асфальту было бы нормально, но у меня здесь очень грунта много, а по грунту, на такой жёсткой резине, это очень жёстко и жестоко, плюс протектор там такой, что он хуже держит грунтовые дороги, я на ней там пару тысяч километров успел проехать, да, по асфальту отлично, по мокрому асфальту нормально, не могу сказать, что она прям не держит дорогу, но вот надо выбирать, что ты хочешь, мой туринг, ну очень удачный вариант для такого путешествия, я смело заезжаю на бездорожье, я смело еду и по асфальту, и по пескам, и по болотам, и по снегам и всё, он едет, да, есть моменты, где он проигрывает, он самолёту проигрывает, самолёт вообще через океан легко перелетает, а велосипед не может, но это ж не значит, что он плохой велосипед. Я много раз уже откладываю, проезжал очень чистые родники, глубокие, где можно было проверить спускающий каремат, но я их пропускал, также у меня подушка начала спускать, но уже почти три месяца, в прошлый раз я тоже ехал с подушкой, но она спускать начала позже, почему я пропускаю, потому что каждый раз в гонке за километражом, я же понимаю, что мне ехать надо, что у меня есть план, я думаю вот нет, ну некогда мне сейчас там тратить полчаса на это дело, и так спешишь, 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 ещё плюс надо иногда снимать, ставить камеру, бегать, но сейчас думаю нет, вот всё. Да, нашёл несколько мест проколов, жду, когда высохнет и буду клеить. Первых два месяца, да, работал класс, очень комфортно, сейчас я уже столько сплю на том каремате, он конечно менее комфортный, чем этот, но с ним проще, он легче, везти его на велосипеде легче, он меньше времени для того, чтобы его разложить, сложить, этот хоть и самонадувной, но всё равно он требует немножко, там минуты, но всё равно, это ежедневно, тому всё равно, прокол не прокол, сложил, поехал, струсил песок, поехал дальше, так что вот даю ему последний шанс, заклею, если нет, где-то его кому-то оставлю, пусть кто-то другой с ним занимается, хотя он денег стоит, конечно, есть смысл его и домой туда возвращать и клеить, но он и тяжёленький, каждый раз его везу-везу. Посёлок какой-то вообще не живой. Но получается заехал сюда зря, ресторана, ну кафе нету, зарядить технику не получится, клей мне нужен, его тут тоже нет, сумку подклеить. Магазин, в котором внешне очень похожим мог быть мой клей, но он закрыт. Рядышком обычный, их типичный. Это нормальная ситуация, и этот закрытый, да ладно. Это самый большой посёлок у меня, ну не, вчера город был большой, а потом всё, это самый большой, до завтра, вот такое, всё будет только маленькое. Скупил много, а толку на самом деле мало, пока продуктов хватит, одну консерву взял, плюс одна у меня есть, там брынза, ничего так, но мне нравятся другие, конечно, вкуснее мне нравится, сладкого купил. Спрашиваю, можно затрогать, он говорит, да. Они привязанные что ли? Ого, тушистая, да, связанные. Я надеюсь, ты не плюёшься. 300 долларов одна яма. Говорит, 40-50 килограмм. Хвастается, что у неё есть альпака маленькая, при этом малая смелая, ко мне подходит, а другая боится, увидела меня, здесь клей покупал и убежала. Я тут пока сидел, стал прям односельчанином. Вот как раз, если смотреть прямо, как вы смотрите, там Тихий океан и несколько дней пути буквально. Сейчас это территория Чили, а ещё каких-то там 150-160 лет назад, это была часть Боливии, была война и Боливия проиграла ту часть территории. Теперь Боливия, хоть и огромная страна, её площадь по-моему 27 в мире, а не имеет выхода к Мировому океану. Но есть маленькое исключение, ей разрешено выходить по реке, как раз таки, и Перу, на 99 лет, сдала в аренду кусочек своего побережья, чтобы Боливия там построила свой порт. Лама. Местные называют это животное Яма, в испанском языке, вот звук Y формирует двойная буква L, две буквы L, они никогда не считаются как L протяжённая, это просто отдельная буква Y. Они её всегда, видно, называли Яма, моё предположение, у меня сейчас нет доступа к интернету, поэтому я не могу догадаться, ну проверить, насколько достоверно это моё предположение, у вас зато есть возможность проверить происхождение этого слова, я думаю, что оно испокон веков так называлось, и потом, когда пришли уже конкистадоры и навязали испанский язык, то, услышав название этого животного, они предложили, ну написали его на испанском, две буквы L, A, M, A, читается как Яма, мне кажется, что в это же время, потому что сегодня очень много на картах, я смотрю даже тот же самый гугл-карты, название городов, часто там где, ну та же самая Яма, переводят как Лама, ну только что-то другое, я имею ввиду, что карты не всегда переводят двойную букву L как I, они её иногда на русский, ну например на русский, переводят как звук L, и потому что местным, когда я говорю Лама, они на меня смотрят такие, типа может Яма, я такой, точно Яма, ну и в испанском Ямар, это типа называть, и если сказать, что там он зовёт, или он называется, то тоже говорят Яма, и когда они мне говорят Яма, я не могу понять, это животное, или они что-то называют. А теперь альпаки, которым невозможно остаться равнодушным. Ой, как ты чихаешься. Всё, отдыхайте ребят. Пообщался с местным. У меня сегодня перестал летать дрон, вдруг, ну начал выдавать ошибку, что перегревается процессор, я вот в кафе сидел 3 часа, разобрал его, да, сломался кулер, пропеллер, который охлаждает этот центральный процессор, написал в тот магазин, где я купил батарею, вот, ну типа мне нужна эта штука, они говорят, только в понедельник тебе ответим, сегодня суббота, а у меня Салар Ду Юни, я там вообще хотел вокруг себя летать, как не знаю кто, с фламинго полетать, это прям у меня аж лопаста там, а я-то от него отъезжаю, и если вдруг у них найдётся этот кулер, но я уже разобрал, и в принципе понял, что я сам смогу его поменять, только вот вопрос, как его получить, и понятно, что я сегодня вот проехал 50 и всё здесь застрял, 3 часа сидел его разбирал, не так уж просто, а такие горы вокруг, вот прям бери и летай хоть, каждую секунду здесь, ну вот, чего так происходит, зачем надо так, может, чтоб я его не потерял, точно, наверное, вот это сейчас, если Салар Ду Юни покрыт сейчас водой, то с моей аккуратностью, по-любому я его уронил бы в воду, быть может так, вот только что придумал этот вариант, ты аж стал легче, фух, прям красота, ну да, жалко, что не получатся красивые съёмки, хотя думаю, что получится, если я сейчас осознал, что это есть вероятность, то когда мне придёт кулер, я буду ставить только новую батарею, она мощнее, потому что кстати за те батареи уже похуже работают, я когда поставил новую, я заметил разницу по времени и по качеству, со старыми батареями, я не мог на уже с трёх с половиной, четыре тысячи метров над уровнем моря, всё, я уже дрон с первого раза запустить не мог, мне надо было пару раз его поднять и опустить, чтобы батарейка как бы зажглась, а с новой батареей, всё, сразу шуб поднялся и полетел. Так, всё, поехал я искать место под палатку и здесь тьма, тьма в темноте. Спасибо, что досмотрели серию до конца, надеюсь она вам понравилась и вы не пожалеете лайк, если забыли подписаться, пожалуйста, подпишитесь, расскажете друзьям, будет супер и напоминаю про канал Привет, мама, внизу в описании есть ссылочка про интересные места, что можно посмотреть, информативно, доступно и очень-очень динамично, переходите и я думаю, что вы обрадуетесь тому, что увидите, пока.